Пока только в миниатюре, но уже с четкой концепцией и сроками реализации. Во время художественного совета в Новополске состоялась презентация будущего мемориала воинам-интернационалистам. Это продолжение работы по увековечению памяти наших земляков, погибших в первые часы Афганской войны. Два года назад в Боровыхе открыли памятный знак в честь десантников 103-й воздушно-десантной дивизии и экипажа Ил-76, которые 25 декабря 1979 года разбились под Кабулом при совершении боевого десантирования. Теперь памятный знак дополнит мемориалом. И увековечить это надо было для подрастающего поколения. Это очень важно, потому что взаимосвязь поколений, она налицо. Аналога такого памятника в бывших странах Советского Союза нет. И здесь вот именно мы хотим успеть 25 декабря. К работе по созданию будущего мемориала привлекли российского скульптора Саламата Щербакова. Это не первое сотрудничество с мастером. В прошлом году в Боровыхе был установлен бюст командующему ВДВ Василию Маргелову, тоже авторства Щербакова. К новому проекту скульптор подошел с присущей ему основательностью. Сначала изучил историю авиакатастрофы. Там очень сложная ситуация аэропорта, там Кабул окружен горами, и там нельзя вот просто взлететь, потому что самолет врезается в гору. Там подъем идет спиралью. И также посадка. И вот суть вот этого, кстати, монумента в виде вот этой, что ли, спирали или дуги. В центре композиции десантник готовый к бою. За его спиной часть горы, а также изображение военной техники, используемой в Афганской войне. Наверху мемориала орден, с обратной стороны, выгравирован текст, посвященный подвигу воинов-интернационалистов и дополненный макетами военных самолетов. Важной частью мемориала станут и четыре стелы, где будут высечены имена всех в 47 погибших воинов. По задумке автора, памятник изготовят из нескольких материалов. Где-то будет использован гранит, где-то бронза, а для отдельных элементов и бетон высокой марки. Работа идет не просто над композицией, когда художник бывает делает вот отвлеченную композицию, и главное в этом это сама композиция. А в этом случае самое главное это тема, эти люди, и поэтому то, что мы почерпнули оттуда, из этой информации, оно потом и отразилось. То есть композиция это отражение темы в этом случае. Пока остается открытым вопрос о месте, где установят мемориал. Однозначно это будет в Боровухе, недалеко от памятного знака воинам-интернационалистам. Еще один немаловажный вопрос – габариты будущего памятника. Предварительно его общая высота составит более трех метров в целом. Предложенная на худсовете концепция была согласована, а это значит мемориалу быть.